С самого утра в обл. администрации десятки правоохранителей в форме со щитами и касками. По данным обл. УВД, они там на неопределенный промежуток времени, пока точно не будут уверены, что админ зданию ничего не угрожает. Тем временем в кулуарах поговаривают, что женщинам, работающим в обл. администрации, пока советуют оставаться дома. По неофициальной информации, не работала в понедельник и Укрпочта. Все это не помешало провести традиционное обратное совещание. На нем губернатор дал оценку событиям воскресенья. Утро понедельника началось с митинга. Люди с флагами Украины и провластной партии пришли, как говорят, поддержать губернатора, правительства и президента. За народ, за семью, за президента. Мы должны строить будущее. Для участников митинга организована палатка, установлены биотуалеты. Днем ранее эта площадь имела совершенно другой вид. 10 тысяч человек, как утверждают активисты местного Евромайдана, и около 3 тысяч, по данным милиции, собрались с требованием отставки руководства области. Вначале акция проходила мирно. Души, и вот мы положим за нашу свободу. Активистов с требованием об отставке губернатора пропустили в здание обл. госадминистрации. Чуть позже к присутствующим вышел сам Александр Пиклушенко. С должности губернатора подают в отставку предатели подонки и тросу. Я таким не был и никогда не буду. Также губернатор заверил, что не собирается покидать партию регионов. Нашел свое определение событиям, происходящим в стране, и высказал свои убеждения запорожцам. В Украине идет страшная чума противоречия. На территории Запорожской области не пролито, и я уверен, не будет пролито ни одной капли крови. Здесь, на Майдане, один молодой человек предлагал мне стать на колени. Когда еще этот молодой человек не родился, я работал на шахте и стер колени. Мне предложили порвать парк билет. Я вам говорю, что я с этим парк билетом жил-живу и умру. В 14.00 начался штурм здания со стороны облсовета, который успехом не увенчался. После пары шумовых гранат площадь слегка поредела. Официально митинг был разрешен до 16.00. Около 9 вечера началось освобождение площади перед ОКБЛ госадминистрации от желающих расположиться там майданом. В милиции это назвали операцией по задержанию. Видеооперации выложили в интернете активисты и журналисты. В результате операции пострадали трое представителей СМИ. Это официальные данные милиции. Не попали в официальные сводки семь сотрудников телеканала МТМ, которые в тот момент проходили по улице Якова Новицкого. УВД заявляют, что действовали исключительно в рамках законодательства. Уже порядка пять часов проводился митинг несанкционированно, с нарушением правил проведения митингов. Поэтому нами было принято решение предложить расходиться. Если кто был, тот видел, что никакого физического насилия в это время не было. Правоохранители задержали 46 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Сейчас они находятся в спецучреждениях милиции. Всего, по данным УВД, пострадало 12 человек. Среди них есть сотрудник органов внутренних дел, а один человек, цитата, сам упал. У медиков другие цифры. Обратился всего 21 человек. Из них три сотрудника силовых структур. Один из этих пострадавших направлен в третью городскую больницу. Там была проблема с органом зрения, ожог, роговицы. Все остальные больные обслужены у нас. Из этих 17 человек было госпитализировано двое пострадавших. Губернатор на традиционном совещании в понедельник дал оценку событий, состоявшихся накануне. Сейчас ситуация настолько тонкая и настолько требующая особого внимания со стороны нас, руководителей органов государственного управления, что любая неосторожная фраза, любой комментарий, он может быть как детонатор, как спичник. Поэтому я вас, всех государственных служащих, призываю быть ими. Пусть политики и журналисты выполняют свою работу. А мы с вами должны делать свою. Милиция открыла криминальное производство по факту попытки захвата обладминистрации. Задержанным грозит от трех до шести лет лишения свободы.